Багиджан Нурсеитова получает ключи от трехкомнатной квартиры. С 2013 года многодетной маме приходилось ютиться по съемным квартирам. Женщина признается, свои квадратные метры им необходимы, так как в семье есть маленькие детки. В день благодарности она искренне говорит спасибо руководству города. У меня шестеро детей, все выросли уже. Сейчас воспитываю шестерых внуков, опекун над ними. Мне дали трехкомнатную квартиру. Я очень рада за это. Большое спасибо Акима города, ЖКХ, что нас так оценили, дали квартиру. Жить теперь Багиджан Нурсеитова вместе со своей семьей будет в новом девятиэтажном доме. Его строительство завершилось в декабре 2022 года. Этот дом арендный на 105 квартир. Многодетная мама Мария Забкова тоже получила ключи от квартиры. Женщина два с половиной года стояла в очереди на жилье. С 2014 года семья живет на съемной квартире. Аренда обходила с 50 тысяч тенге в месяц. И коммунальные платежи в связи с тем, что семья большая, у нас выходило 30-40 тысяч. Появилось жилье свое, пусть даже арендное, но аренда, конечно, намного ниже. Сегодня в Лисаковске в очереди на жилье стоят 595 человек. Новый арендный дом позволит эту очередь сократить на 105 человек. Приступили в городе и к восстановлению заброшенных зданий. У нас планы дальше на этом не останавливаются. То есть на сегодняшний день мы ремонтируем часть здания, коммерческого здания, которое было безвозмездно передано местным почетным гражданам города Лисаковск. И мы там сейчас реконструируем под 12 квартир для медицинских работников. В мае месяце уже будут еще 12 квартир, которые в последующем мы можем предоставить уже тем медицинским работникам, которые приезжают в наш город. В Акимате рассказали, что в этом году они планируют начать разработку проектно-сметной документации на строительство еще одного арендного дома. Только он будет меньше, на 60 квартир. Алья Десмагомбетова и Татьяна Калюжная, присодействитель компании «Акцент». Продолжение следует...